сегодня 26 августа 2015 года вот мы находимся в православном детском лагере стане на кухне только что позавтракали и вот у меня иначе еще вопрос я вспомнил начну строчка из стихотворения кричит продажных фарисеек отачил от стихи я не помню сейчас семена яковлевича на цена вот о нем как раз я прошлый раз рассказывал вот это нельзя объяснить чем-то я все не знал что отдельно у него вышло полное собрание стихотворение редкое такое издание я прочитал стихотворение может быть 3 я сразу сказал этот поэт больше чем пушкин больше чем лермонтов и прошло немного времени попала полная его я прочитал и я сказал это самый большой поэт россии ни с каким державином нельзя сравнить это его стихотворение он жил всего 24 года тогда считалось чахотка это туберкулез вероятно был он умер биографию нашел как у него любимая девушка умерла еврей православный еврей сегодня могут они говорить не православный был он православный откуда известно что не православный даже не знаю его стихотворение она называется христос христос где ты христос сияющая лучами бессмертной истины свободы и любви взгляни твой храм порогом торгашами а меч что ты принес запятнан весь руками повинными в страдаческой крови извини кто учит мир чему когда-то и ты учил его по тяжестью креста как ярко их клеймо порока и разврата какие лживые за страждущего брата какие гнойные открылись уста если только зло но рваться всей душой рассеять это зло трудиться для людей и горько сознавать что об руку с тобою кричит об истине ломаясь пред толпою прикрытый маска продажей фарисей это его стихотворение я конспектировал стихи все зиму блока там все блока там стихотворения 3 нашел только которые можно вслух считать не надрываясь у пушкина всего три я нашел а у нацена почти половина его написано интересно один такой в барнауле есть он подписывается сорока а на самом деле он никакой не сорока а он и перасы звать сергей дальше у ольга вот и жена ольга там и он все это собрал вместе сорока подписывается ну такое слово графоман вот думал на футболисты написать и на какой-то газетной чуть не туалетной бумаги печатает все это склеенное и и дальше идет перечень на нескольких страницах спонсор то есть он ходит везде выпрашивает и сдать деньги и ничего нету ни мысли ничего ее никто не считает никто не будет считать даже до конца там нет ни одного такого выражения даже которая бы тронула интересной рифмовкой экстраполяция события перенос какой-то ничего нет футболисты обыкновенные и пишет такую прямо гадость гадость потому что от плевать тебя раз приходится вот ну и он у меня пришел ко мне в гости-то и начинает показывать что он поэт я грая тот стихотворение как считаю это знаете так слабо написано то есть он а я не показываю что тонацию сказал я дальше начинаю стихотворение такое очень зрелое зрелые года некрасов написано он не знает что я считаю наизусть стихи и он тоже так так это средненько вот этот выражение неправильно вот этот рифмовка неправильно это на таком я-то прислушиваюсь это а потом ему показываю я вот из книг это взял-то прочитал ему назад пятиться никак нельзя уже все сказано но плохо что не было записано то ли он как-то ротов что-то на букву р кажется его настоящая фамилия сороки так что душа должна подсказать незнание не рифмовка бывает пишет там окра стих по первым буквам составляется что-то смысловое бывает там белый стих там ну разное главное это заложено от бога искра которая разгорается в людях когда ты ее открываешь а вот такое стихотворение я начала помню там христос воскрес а если бы не так как-то дальше помню ладно понял это не нация на это храпов он 28 лет пробыл в вузах и окажется 11 месяцев баптиз молодой был если не ошибаюсь 23 года он уверовал ее чуть не со свадебного пира как графа манте кристо рисковали освобождался и уходил в лагеря баптиз из совета церквей так называемая инициативная группа хорошее стихотворение очень нравится на пасху когда считаю его христос воскрес а если бы не так то все бы светлое давно окутал мрак и солнца правды не узнали мы и не было бы выхода из тьмы если бы он из гроба не восстал нам чужды был высокий идеал и даже в мыслях мы бы не смогли подняться над растлением земли он жив а если бы он не жил то мир давно б уже похоронил живое все что есть в душе у нас пытался сделать он не раз и если бы тот камень гробовой не отнят был всесильной рукой то бы сейчас бездушный садуке мог правду вскрыть под грудой камней то весь прошла через грани всех веков и шли с границы всех материков не варварство как видим не прогресс не заглушили песни христос воскрес эти каждое слово у него на месте стоит у него такие переживательные стихи вот а даже все скрывались это сейчас авария машины стукнулись там перевернулся вертолет упал все печатает она никто ничего не знал если я не ошибаюсь говорили в ашхабаде было землетрясение 120 тысяч погибло и ни одной строчки в печати правительство не сожалели никому и вот он пишет на это на это стихотворение земля тряслась волною колебания было прокинут город ашхабад в развалинах оставшиеся здания об этом и сегодня говорят об этом говорит мечеть туркменов зияющие рано обнажив здесь многие уж были несомненно и доставали здесь карандаши стена чернеет в именах и датах то экскурсанты записи вели мол были здесь такие то тогда-то да были посмотрели и ушли я лишь одну из надписей в мечети до этих пор мог в памяти хранить вот строить научусь и стены эти я постараюсь вновь восстановить такое вот стремление желание должно присуще быть сегодня нам отметили большое колебание сесть вографы господни по церквам вот здесь видны проломы в доме божьем а там сошли с фундамента с толпы и гнется трость предутонченной ложью и вновь христос хулиться средь толпы как нужны теперь нам христиане которые могли бы повторить я приложу все силы и старания чтоб божий дом опять восстановить поменьше б тех кто смотрит равнодушно на раны церкви в тягостные дни поменьше б тех кому одно лишь нужно что в списках общин числились они ни одной строчки сдвинуть нельзя и ташкент ашхабад я вот сидел за столом сейчас всегда вы не ложь даете поделить арбуз сестра валентина тихо на ночах отдала арбуз большой сладкий я выделю я говорю не просто делить то надо чтобы вы не обиделись и себя не обидеть поэтому я крышку снимаю верхние и нижние стараюсь себя оставить посмотрел на никиту и говорю что там мне показалось что-то недовольный такой лицо я до тебя и попозже доберусь здесь он совсем сквасился такой вот сейчас видишь чем занимается что ты подумал когда я сказал что я до тебя доберусь сейчас поем первым делом какой-то проступок может обнаружили просматривая ролик или муж что вспомнили там или а потом ошибся тут он написал про меня видишь какая уза смышления сектантская я поставил задачу привить тебе память развить тебя ты это понял но это что я тебе скажу до этого по моей просьбе делал сергей павлович он даже не догадается что ты делал я на него переложу и он может это выполнить и ты рядом и ты будешь напоминать ему если он заботит ты это сделал я нахожусь один на скворечнике а вы трое я полной темноте бываю утром и свет не зажигаю и мне нужно вовремя встать я сегодня опять проспал где-то минута 16 проснулся вовремя но лежал и лежал и думал ну сколько времени потянуться к телефону к мобильному нет сегодня он мне звонил утром нет я у тебя мой телефон номер есть есть сегодняшнего дня как это проснулся еще никуда не ходил только встал и нажми кнопку чтобы у меня прозвенел прозвенел я не буду ничего делать уже не открывать не виновен дальше будешь сколько гудков надо ну сколько будет пока я телефон в темноте найду там сколько вообще звонит допускай звонит не берите трубку даю все это делал мне делал я благодарен вот я тебя теперь платить за звонки буду за каждый звонок 1 рубль согласен но я-то не скажу когда не надо или когда ты скажешь хватит я насытился деньгами у меня уже карманная толстая давать буду может быть мелочью железом чтобы это твердо было у меня сегодня размышления утром были приходит один брат я попутно спрашиваю что такое эгоизм как переведете начинай никита ты самый образованный человек который думаю только себе а слово его что означает как бы я для однажды мы с братом владимиром александровичем пащенко пошли здесь в лес уже были жерди сделать лестницу на храм лестница была я не знаю что то она никудышная там чуть ли не сломалась и мы пошли и мы этому брату сказали помочь пошел дождь а мы на этой тележке жердями она вязнет по дороге по этой пристав себе мы оттащились и он не пошел что у меня там что-то такое личное по работе это все лично это и нам пришлось одним воволочь здесь и когда уже все сложили и только уже самый последний момент кажется поднимать лестницу он там подошел ты помнишь я тогда выступил и сказал вот я один раз только в жизни за 76 лет дарил цветы мужчине за то что он свое личное ставить не на первое место общественное игорю барабашу его александрович достойно когда кольца перевез он занимался сеном я сказал он перемонтировал все эти шланги на другое перевел и поехал и вывез так что я наградами не разбрасываюсь зря не похвалю это уж точно он просил шлагбаум поставить жертв просил где у него дорога чтобы через его дорогу не ездили чтоб ездили в объезд чужие свои но это поставить можно будет где здесь поставить и пусть вот ночью мысль не оставляет об этом нужно две трубы достать мне две трубы где придется заваливать а воде течет никуда эти ну дорогу когда сделаем она не с нее выезд на дамбу там не как около игоря трубы надо найти ну в диаметр ну хотя бы вот такой вот какой-то там поменьше в описании немного воды течет а иначе она будет стоять у меня мысль такая и он приходит этот брат сегодня помолился все по-хорошему а у меня с а я хожу там среди валежника то наступая сапог пронрался вот такая вот дырка уже в сапоге тогда пыль грязь сучки лезут в ногу колют вот я сегодня решился залезть и на где у Андрея там обувь склад называю на шардак и там нашел что-то и стал починять и он в это время приходит я с сапогом сижу мне газелька нужно решили ехать там попутно батюшке морозильную камеру там взять надо в мамонтово доход ключ висит берет то есть в нормальное отношение совершенно нормальный грижон что-то стоит и уходит ну пошел все опять повесил ключ газельку уже выгнал я как хозяин покупал то я помогал тоже меньше одной десятой собрал вот мне компьютер нужен будет а там ноутбук у него и там вся моя информация и каждое утро каждое рано утро после молитвы я сажусь и смотрю отзывы mail.ru на за форму смотрю и главное это youtube бывают отзывы нехорошие иногда просят чего-то нужно ответить и я открываю замки то есть не замки снимаю ольга-то выставляет воровая замки снимаешь мне он нужен и он мялся-то я говорю что-то тебе еще нужно уже машину он выгнал он стоит и все у меня в жизни стоит шилом по тысячу внимательно слушать может годится тебе это но мне компьютер нужен ну ты же знаешь что я работаю это не для себя мне это не надо совершенно я хочу вам опыт передать в каждом моем рассуждении если вы внимательно будете слушать на первом месте стоит не это он это слышит вот предположить что он может ответить только что взял мою машину его выгоняет я ни слова не сказал и ему надо отнять у меня его он его компьютер его ну у него то не для кого-то нет у него не и не связи с кем имел связь она рядом уже теперь достигнута ничего нету что он отвечает ответить должен ну по-твоему пользуйтесь во славу божью нет конечно что ему надо для школы что-нибудь там может что угодно но мне надо а у никиты точно такой же можно поставить я говорю я слышал это говорил и у никиты я не видел радостного лица когда ему сказали бы сказал мой компьютер над которым я может быть и уже давно как раб перед которым перед компьютером и я бы мог это сделать я и буду пользоваться для все это тут они просто подпрыгивал как мячик он лежу нет и я поэтому не прошу даже по-настоящему то я грану у меня вся информация здесь и нужно сделать так вы с нехитой сойдитесь и сделать и переведите все что у меня есть туда и чтобы я мог прийти и сесть вечером даже не заметил что это есть что на этом должен был ответить теперь уже вот такой разговор дальше продолжается первый раз ошибся второй раз как ошибешься так полбу что плохого мнения о нашем брате что должен был ответить почему я плохого я наоборот хорошего хорошего что он должен был ответить ну теперь я уж и не знаю как не буду ну как что он должен быть давайте все перетащим еще не бывало он и говорит уже берется рукой за ручку а я шилом там сапог протыкаю и на него смотрю он дверь уже открывает и говорит но я уведомил и дверь закрыл я так и дарится шилом и замер хорошее отношение претензий никаких нет все мое твое он за чего бы ни пришел не попросил все ему все абсолютно он достойно то но я уведомил закрыл дверь и на этом расстались поехал это как это ваш брат я тогда это все заметил и тогда в разговоре все это вставил и меня еще валентина пивен спрашивала а кто же это такой брат что вот так он мог вам это ну не помочь когда тележку то тащили то а это сидит человеке и работа в этом вопросе не ведется и в дороге не возникало ни один раз эго мучается самомнением эго не ищет совета эго не может выбрать лучшие для пользы другого не для себя эго остается один в конце концов то есть не уметь пятиться я это сказал в определенный момент самый важный может его жизни и начнет просьба помолиться это никуда не годится я уведомил ультиматум уже фактически так никита ты считаешь нормально брат ответил поправить это можно можно каким образом я с ним сойдусь как только можно будет сегодня же сегодня вечером вернуть ему сразу чтобы он лег спать спокойно а твой компьютер должен у меня стоять днем ты его можешь брать воскресенье когда угодно вечером он мне только посмотреть и глянуть и забирай дальше но утром он должен быть у меня утром утром я работаю ответ вот вчера одна душа очень хорошая знакомая леди муранова которая свела меня с александром менем и она приезжает это 4 сентября уже будет здесь и в америке сыновья слушать служит военным воздушном флоу в авиации то есть эти люди там жились уже все прекрасная христианка и она если год разрешат дальние поездки я приеду барнаул ей нужны книги я говорю а вы примете она горит я давно об этом думал и мечтала но как я сегодня уже все данные скинул я дарю только для библиотек и в крайнем случае для кого-то но пересылкой не занимаюсь у меня денег нет пересылка дорого стоит у меня вообще нет денег нет просто мало а нету совсем я не не трачу но когда нужно я только руку протягиваю вот святой марк афинский мы его иногда называют марк фращевский гора фращевская была я в нем услышал серопион святой такой и решил найти его и пошел и пошел пустыню и чтобы не заблудиться вернуться назад он тыщинки вот так вот ну это даже с александром сказать этому макарем александрийским было наконец он его дошло нашел и тот ему говорит сколько десятилетий там он никого не видел долго беседовали марк фращевский говорит брат подкрепим нашу немощную рабыню плоть и вдруг я горит вижу рука с неба и два хлеба он как поверь брат с того дня как ангел стал меня подкреплять всегда был один хлеб то есть бог знает я это обращаю к себе потому что я не просто фантазирую вот мне нужны деньги я молюсь и они есть кто-то уил я покупал мед вот это живет хватанул ну представьте 30 банок по 3 литра а они у меня сейчас партиями по 6 банок уходят все подарки все я даже еще в рот не взял ни одной капли я просто свидетельствую ты получил получил тебе предложили ты не взял володя тебе предложили до предложили не взял то есть все кто находится рядом первую очередь я банки послал по 3 литра в банке в этой больным всех больных во вторую очередь я поставлю те которые были у нас в общине ушли найти и одарить ну которых где-то на примере эти держим как кубайкина она помогала редактором галина силина галина ванна она рядом с татьяной живет была любая говитина она ушла и не по-хорошему ушла но это ее дело она когда-то шторки даже купила там найти всех и одарить у меня очень большое желание найти хромов анатолия петровича директор резинотехнических изделий барноволота лодки его и и подарить я несказанно разбогател то есть я имею ввиду книгами и найти которые помогали директора станко строительного завода горшкова вячеслава григорьевича потом он был ректором юридического юридической академии вот найти всех и всем сделать подарки подарки ну это не недорогое все книги вместе это чего-то стоит 750 евро мысленно умножить 60 на 80 сколько будет 960 тысяч сколько 960 я говорю 80 рублей уже евро 750 евро полный комплект ты что-то неправильно на бумажке можешь посчитать вот сегодняшнее утро какие были у меня уже события какие размышления мы сейчас уходим сразу где вчера были вчерашнюю работу продолжаем поваленные деревья я к батюшке зайду попрошу чтобы еще ему было масло и бензин особый там купили нет с пилой пришел и дальше варить а мы убираем я вчера вечером когда уходили а мы большой штабель наложили после обеда с володей я тебя спрашиваю вы столько же сделали а вы рядом работаете дальше вроде как сергей спросил да нет у нас меньше меньше она говорит издалека и рядом видно что намного меньше почему я тебе задал вопрос вчера почему я тебя посылаю с сергеем в паре а не с володей не со мной почему ну никита андреевич конкретно вчера вы пошли на запись а мы с почему я именно тебя в паре с сергеем вот палычем посылаю но иногда где пилить вот нужно было это тоже надо понимать почему но по-разному бывает ты не думаешь я случайно так вот раз и распределил а если у вас было 200 человек я гляжу совместимость людей когда уже к ним присмотрюсь на что они способны куда-то можно поставить и вернуться ни с чем с нулевым результатом тут ну тебе легко было ответить энергичность он полусонный ходит и ты такой же вот почему я вместе ставлю вы не в тягость друг другу не в тягость со мной когда ты работаешь или с володей это за сам знаешь меня запарить даже сегодня не просто если бы не глаза пепелить и проще а носить ты умеешь эти веточки там выносить где-то и это как раз он там а не очень у тебя получается а у меня не он на так быстро рубит что а я не могу вынести поэтому он сам помогает также давать складывать а потом никита поможет вывести на берег и чтобы не меньше два метра там сколько сантиметра бы начать если у нас получится с дамбой то весной все это поплывет все это помнить а ты гляжу чуть не на три метра съехали вниз вчера я увидел издалека и закричал почему-то вы не беспокоились ох или лёша лежит а ой 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 попробуй животом погладить что получится будет хватать лапами вот сегодня мы уходим благословяя бога у нас все хорошо значит звоните мне в 4 40 минут 41 минуту 40 ты встанешь и мне сигналы даешь тебе это не стоит ни копейки я поднимать открывать не буду я увижу через это все и стекло мне надо только чтобы высветилось а потом что это именно ты если случайно нажму на тебя тебя оплачу на этот номер вопросы и так поконим 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 давай а когда ведь он возвращается то когда виктор возвращается когда возвращается виктор витя не знаю не знаю я его не называл про какого ты витя говоришь я говорю называю имена не называют а его не называйте выше просто дырость какая я не называю никого я же не сказал зачем я пока кто уже все прокололся давай пошли на работу это не внимательны будьте внимательны это у тебя остатки памяти будет развиваться помаленьку наложили нет это мне навести